Мистические истории всегда волновали умы людей. Одни воспринимают их как фантастику, другие удивляются, насколько таинственный мир окружает человека и считают всё полным реализмом. Сегодня я расскажу очень странную историю, смотрите до конца, будет интересно. В городе Чуауа в Мексике есть знаменитый свадебный магазин La Popular. За ним скрывается тревожная тайна, которая вызывает мурашки по коже у местных жителей и необычайный интерес у туристов. В витрине магазина в свадебном платье выставлен манекен, который поражает своей реалистичностью уже 90 лет. Называют её La Pasqualita, маленькая паскуала. В далёком 1930 году магазином владел Паскуалис Парза, у которого была красавица-дочь, черноволосая, с глубоким взглядом прекрасных глаз. В тот день, когда счастливый отец собирал гостей на её свадьбу, невеста была укушена смертельно ядовитым пауком, чёрная вдова. Девушка умерла в этот же день. Вскоре после её кончины в витрине магазина отца появился удивительный манекен. Местные жители были поражены его красотой и вскоре увидели явное сходство с дочерью владельца. Многие жители решили, что Эспарза выставил в витрину её забальзамированный труп. Отец всё отрицал, но ему почти никто не верил. С дрожью и восхищением рассматривают манекен и в наши дни. Глядя в её завораживающие глаза, многие решают, что это скорее мумия, чем манекен. В настоящую оторопь вводят руки Лапас Куалита. На них видны сточенные ногти и линии на ладони. Также ходит легенда, что французский фокусник, побывавший в городе, влюбился в девушку и по ночам оживлял её. Они вместе бродили по улицам, а к утру Лапас Куалита возвращалась на своё место, снова превращаясь в манекен. Её свадебное платье меняют обычно два раза в неделю, но только за закрытыми шторками, владелец магазина и его ближайшие помощники. Одна из сотрудниц магазина, Соня Бурчага, откровенно сказала, что считает Лапас Куалита человеком. Женщина заявила, что её руки и ноги слишком реалистичны. На них видны вены и даже места варикозных расширений. Ряд сотрудников и посетителей заявляли, что девушка следит за ними взглядом, когда они перемещаются по магазину. Другие говорили, что за ночь Лапас Куалита меняла позу в витрине. Учёные опровергают возможность сохранения мумии столь долгое время в неподобающем температурном режиме. Но нынешний владелец магазина Марио Гонсалес прилагает все усилия, чтобы таинственная легенда оставалась на слуху. Ведь Лапас Куалита приносит ему известность и толпы клиентов. На витрине, где она установлена, по-испански написано «Дом Паскуалиты». Некоторые жители считают девушку святой. Они приносят к магазину свечи и молятся перед ней о даровании счастья в замужестве. Когда Гонсалеса спрашивают напрямую, стоит ли в его витрине мумия или манекен, он хитро улыбается. «Я не знаю», – отвечает он. «Может, и правда не знает?» Правду об этой истории мы вряд ли когда-то узнаем. Но тем, кто будет в Мексике, можно составить своё мнение. Для этого лишь достаточно завернуть в городок Чиуауа, где по-прежнему взирает на окружающих, с витрины магазина «Таинственная лапа Скуалита». На этом всё друзья, а что вы обо всём этом думаете? Пишите ваше мнение в комментариях. Пока!